Они оказывали помощь людям в тяжелый период обострения коронавирусной инфекции. В региональном отделении партии «Единая Россия» поблагодарили волонтеров и общественников за работу в период пандемии. Среди награжденных – молодые ребята, которые на протяжении нескольких месяцев, рискуя своим здоровьем, оказывали поддержку жителям республики. На церемонии награждения побывал и Алихан Лепшоков. Вы каждый день находились на боевом посту и оказывали помощь жителям республики. И сегодня каждый из нас выражает свою благодарность за вашу самоотверженность и доброе сердце, отметил руководитель сполкома партии «Единая Россия» Руслан Джамбаев. С марта волонтерский центр «Единая Россия» начал свою работу при региональном оперативном штабе по профилактике распространения коронавирусной инфекции. За это время волонтеры помогали покупать продукты, лекарственные препараты, раздавали продуктовые в наборы нуждающимся. За время работы волонтерского центра у нас получилось объединиться с общественными организациями, объединениями, советами. То есть всеми теми людьми, которые неравнодушно вообще отнеслись ко всей этой ситуации, вовремя среагировали. Это позволило в каких-то моментах нам сделать такие вещи, которые, например, в других регионах вызывали такую резонансную реакцию. Поэтому работа была проведена колоссальная. Также особо отметили работы благотворительных фондов республики, которые за время вострения болезни каждый день выезжали и оказывали помощь жителям. Многие объединились с волонтерским центром «Единая Россия», что позволило оперативно вести работу с людьми. Хочу выразить огромную благодарность всем общественным организациям, всем, те, которые посчитали, что они должны свой вклад внести в это непростое дело. Конечно же, огромное спасибо. Огромную работу сделали. Допустим, что касается депутатов, мы полностью по всей республике распределили всех депутатов. По районам, по городам, по каждому участку. Почетные грамоты Президиума Парламента Республики благодарственные письма руководствам молодой гвардии «Единая Россия» вручили волонтерам и представителям общественных объединений. Сами волонтеры отметили, что сегодня очень важно тесное взаимодействие общества и власти в борьбе со второй волной распространения коронавирусной инфекции. Безусловно, и та рабочая группа, которая у нас была, которая объединяла некоммерческий сектор и властные органы, и мы какие-то проблемы решили все вместе и эффективно, она, безусловно, тоже в силу необходимости теперь будет работать, действовать. Надеемся, что мы переживем. Все это самое главное – не отчаиваться. Самое главное – знать, кто это будет делать, если не мы. В период второй волны каждый из них продолжает свою работу, тем самым оказывая свою поддержку и любовь к ближним. Алихалип Шоков, Мухаммед Ашибоков, Вести, Карачаила, Черкесия. Продолжение следует. Продолжение следует...